Картина «Водоем» К тому же Борисов Мусатов буквально на днях сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Елене Владимировне Александровой, и та ответила согласием. Именно ее художник изобразил на картине в синем платье, сидящей на берегу. Стоящая в розовом платье девушка, его сестра, тоже Елена. Замысел произведения «Водоемое время сохранялся в тайне, и лишь невесте было сделано признание. Эту картину я напишу или сейчас, или никогда, ведь после начнется другая жизнь. Все меня захватит, вероятно, в другой форме. И я хочу, чтобы слава этой картины была твоим свадебным подарком». В более ранних картинах «Мастера» явственно наблюдались две тенденции – стремление к точному воспроизведению деталей и символизации образов. До «Водоема» они существовали отдельно и, как правило, конфликтовали друг с другом. Здесь же неразрывно спрятались и стали единым целым. Запечатленная сцена, хотя и нарисована с натурой, но воспринимается вне времени и вне реальности. Пейзаж становится маленьким миром, полным красоты и поэзии, а образ героин – символами вечной женственности. На картине прослеживаются два вектора движения. Левая половина изображения подчинена более активной стоящей женской фигуре. Фигура сидящей девушки возвращает стремящуюся за пределы холста энергию обратно. Кроме того, в композиции неоднократно звучит эхо-отражение. Так, вписанные в окружность очертания водоема прикликаются синей юбкой, которая по форме опять же напоминает овал. В свою очередь, торт, сидящий на берегу модели, приближается к очертаниям треугольника и вторит абрисом стоящей девушки. Даже небо, которого на картине не видно, отражается в водной главе. Аналогичное эхо можно заметить и в колористическом решении. Палитра строится на повторении синих, нежно-сиреневых и зеленых тонов. Утонченно приглушенная гамма близка к постельной. Сочетание цветов умиротворено гармоничное. Сочетание цветов умиротворено гармоничное. Продолжение следует...